Национальные проекты на финишной прямой и их реализацию сегодня обсудили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что, как и в прошлом году, раньше срока завершен, например, нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги. С опережением идет и переселение из ветхого аварийного жилья. При плане в 250 человек в этом году ключи от новых квартир получили порядка 400 жителей края. Важно и дальше выдерживать такой высокий темп. И в следующем году Кубань планирует участвовать еще в трех новых нацпроектах. Яна Бузычкина расскажет подробности. Прорыв в экономике, повышение уровня жизни и создание комфортных условий для проживания – вот главные цели национальных проектов. Ход текущей работы губернатор сегодня обсуждает с руководителями краевых ведомств, главными местами и правоохранителями. Как и в прошлом году, раньше срока завершен нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги. С переуполнением плана идет переселение из ветхого аварийного жилья. В этом году порядка 400 человек получили ключи от новых квартир. В Анапе, Армавире и Успенском районе построены новые водопроводы. По программе «Чистая вода» движение со знаком «плюс». И здесь губернатор требует не отставать от набранного темпа. Там, где это необходимо, нужно подтянуть ситуацию. До конца года осталось уже меньше месяца. Мы должны, конечно, и качество, и в сроки, в том числе, уложиться. Потому что от этого зависит, во-первых, уровень края, в целом, по реализации у нас проекта. Но, с другой стороны, и в дальнейшее финансирование. Если мы справляемся с теми объемами финансирования, нам будут дальше давать. А если нет, вы сами знаете, подход федерального центра правильный. Не тянут, ну, значит, зачем им давать? Конечно, мы должны дать все, чтобы достроить. И школы, и детские сады, невзирая ни на какие форс-мажоры. Еще раз подчеркиваю, я понимаю, форс-мажоры, вызовы жизненные. Это, естественно, как факт надо принимать. Но находить и более еще, может быть, оптимальные, более еще такие креативные решения для того, чтобы сдавать в эксплуатацию новые школы и новые детские сады. На совещании губернатор не зря упоминает о строительстве школ и детских садов. По национальному проекту образования в крае возводятся пять учебных заведений. К федеральным деньгам, которые могут пойти на ремонт школ, покупку необходимого оборудования или внедрение современных. В технологии Миямин Кондратьев просит относиться без инертного подхода. Благодаря нацпроектам образование становится качественнее не только в крупных городах края, но и отдаленных поселениях. В рамках реализации национального проекта образования освоено 7,3 миллиона рублей. Обновлена материально-техническая база кабинетов биологии и физики в двух школах. Профильные классы, точка роста позволили сегодня обеспечить качественный новый подход к обучению более 4 тысяч школьников. Открывает широкие возможности для дальнейшего образования, а главное это интересно детям. Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики. Это все вопросы чиновников, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. От того, как успешно Краснодарский край будет участвовать в национальных проектах, зависит, сколько средств федеральные власти смогут распределить на регион уже в следующем году. Тем более, что Кубань планирует участвовать в трех новых направлениях. Патриотическое воспитание, чистая страна и туризм. Национальные проекты – это возможность кардинально поменять подходы и жизни в нашем крае, и саму жизнь, потому что появляются новые объекты. Это качественно поможет нам решать многие проблемы жизненные и со школами, и с детскими садами, и с поликлиниками, и с образованием, и со здравоохранением в целом, и по многим другим направлениям. В следующем году мы планируем участвовать в трех новых национальных проектах. Патриотическое воспитание, чистая страна и туризм. Естественно, если мы заявляемся на новые национальные проекты, на участие в новых национальных проектах, мы, конечно, должны быть лидерами по реализации существующих национальных проектов, чтобы максимальное финансирование получить из федерального центра. Естественно, мы уже должны будем заключить соглашение по этим направлениям. Естественно, вы до коллег тех министров и руководителей, чьи компетенции находятся, вы доведите сроки, когда мы должны будем заключить в том числе соглашение, потому что это требует федерация в рамках реализации целых национальных проектов. В соответствии с федеральным планом, до 23 декабря мы должны заключить все финансовые и нефинансовые соглашения с федерацией. То есть мы будем понимать показатели, мы будем понимать деньги. Далее перед нами стоит задача 1 февраля утвердить региональные проекты, либо внести изменения, либо разработать новые, как сказал Вячеслав Иванович, с учетом заключенных соглашений. Четкие сроки озвучены, задачи поставлены. Теперь руководители министерства главы на местах должны не откладывать эту работу в долгий ящик. До февраля следующего года нужно внести изменения в наши региональные проекты. Яна Бузычкина, Антон Березин, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар.